Сам обвинительный документ состоит из 32 страниц. Меню США выдвинул пункты обвинения, среди которых сговор против США. Сговор с целью отмывания денег, дача ложных показаний, препятствование правосудию, сговор с целью препятствования правосудию, незаконный лоббизм, отмывание денег, вовлечение в преступные схемы так называемой Габсбургской группы неназванных членов Конгресса США и европейских политиков. Интересно, что команда спецпрокурора в новом, уже третьем, обвинении утверждает, что Манафорт и Келимник использовали бывших влиятельных европейских политиков, чтобы лоббировать в США интересы правительства Украины. Один и европейский политик, упоминаемый в судебных документах, как иностранный политик А, описывается как бывший канцлер Европы. В 2013 году этот политик возглавил группу, которая лоббировала членов Конгресса Соединенных Штатов, должностных лиц, в исполнительной власти и их сотрудников, согласовывая свои действия с Манафортом и Гейтсом, говорится в обвинительном заключении. Существует две страны, где слово канцлер используется для описания главы государства. Это Австрия и Германия. В Европе подозрения упали на Альфреда Гузенбаура, который был канцлером Австрии в 2007 и 2008 годах. После ухода с должности Гузенбаур подвергался критике за оплачиваемую консультационную работу, которую он предоставлял автократическим режимам. Саша, Константин Келимник – это, пожалуй, одна из самых загадочных персон в российском расследовании, вообще новая персона в этом расследовании. Что о нем известно? Константин Келимник – это давний соратник Манафорта. В социальных сетях практически невозможно найти его фотографию, а интервью с ним – очень большая редкость. Информация о том, что он учился на военного переводчика в России, послужила для многих основанием полагать, что он связан с ГРУ. Согласно публикации «Радио Свободы», Келимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом на протяжении 10 лет – с 2005 по 2015. После избрания Януковича Келимник почти все время провел в администрации президента, где помогал Манафорту. По имеющейся информации, в то время, когда Манафорт принимал участие в избирательной кампании в США в мае 2016 года, он встречался с Константином Келимником. В обвинительном заключении, поданном Мюллером в Федеральный суд округа Колумбия, говорится, что полк Манафорт и его партнер Константин Келимник пытались повлиять на показания свидетелей. Сторона защиты уже заявила, что доказательства являются слабыми, и нельзя считать приведенные сообщения, имейл и текст, что эти сообщения могли повлиять на дачу показаний свидетелей. Следствие полагает, что Манафорт, Гейтс и Келимник с 2006 по 2014 года принимали участие в многомиллионной лоббистской кампании в США в интересах правительства Януковича и партии региона. Свою работу с европейскими политиками Манафорт координировал с Келимником и Гейтсом. Сторона обвинения считает, что Манафорт, а также его правая рука Рик Гейтс и другие скрывали свои доходы от США, полученные из Украины. Более того, Манафорт и Гейтс дали неправдивые показания следователям ФБР, когда допрашивались по этому вопросу. Следствие установило, что Манафорт перевел на свои офшорные счета более 75 миллионов долларов. Вместе с Гейтсом они отмыли более 30. В материалах следствия также указывается, что созданный Манафортом в 2012 году в Брюсселе Европейский центр современной Украины представлял интересы правительства Януковича и партии регионов, а также этот центр напрямую отчитывался перед первым вице-премьером Украины Николаем Азарова. Он сейчас, напомню, находится в бегах на территории России. Еще раз напомню, что новое обвинение спецпрокурор выдвинул в пятницу. Между тем адвокат Трампа Рудольф Джулиани продолжает критиковать команду Мюллера, заявляя, что спецпрокурор фабрикует ложные обвинения против президента Трампа. На выходных в интервью американскому телеканалу Джулиани сказал, что вопрос сдачи показаний Трампа следователям ФБР до сих пор открыт. Однако адвокаты американского президента выступают против этого. Ранее Джулиани заявил, что команда спецпрокурора Мюллера не имеет свидетельств существования сговора штаба Трампа с России. По этой причине он считает, что следствие должно быть закрыто.